Мы все привыкли считать, что долг это абуза, что это обязательство, что его не надо брать. Но долг очень часто может стать не просто обязательством, но оружием. Об этом сегодня. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу рассказать о том, как долг может стать не просто обязательством, но оружием. В руках должника. Смотрите. Ну вот, предположим, такая ситуация. У вас есть, например, какой-то сосед или знакомый. Очень крутой, он шикарно живет. И все у него классно. У него хорошая машина, о которой вы только мечтать можете. Вообще все дела и так далее. И вам хочется понять, ну как же ему удается вот это сделать, потому что вы хотите так же жить, как он. И вы с ним общаетесь, пытаетесь понять, вот суть, как он делает вот так. Как у него так получается. Он вертится как может и он рассказывает охотно, потому что, ну вы же друзья. И однажды сосед говорит, слушай, ну такая ситуация, там мне вот завтра должны принести деньги, сейчас нет, а мне сейчас срочно там запчасть какую-то надо купить. Я тебе завтра отдам, дай мне пять тысяч сейчас. Вот. Ну вы ему даете какие-то денежки. Вот. Ну естественно он тут же возвращает, потому что для него это мелочь. Вы хороший человек. Вам приятно, что вы помогли другому хорошему человеку. Вот. Ну а так как вы хотите, так сказать, жить так же, то вы копите просто на машину, так сказать, складываете денежки под матрас. И, ну что вам стоит, так сказать, дать соседу на пару дней, вот, какие-то небольшие суммы. Вот. И такая ситуация повторяется. Представили? Вот. И, ну сосед, так сказать, регулярно берет у вас, значит, вы хороший человек, суммы растут. И вот, наконец, наступает торжественный день, когда вы накопили на машину. Вот она, значит, полтора миллиона. Вы накопили на машину, у вас там под матрасом лежит миллион, значит, еще 400 тысяч, значит, вот, временного соседа. И вот-вот, вот сейчас вам придут денежки, еще 100 тысяч и полтора миллиона у вас на машину. Наконец-то вы можете купить, ну, конечно, не такую машину, как у соседа, но хотя бы, так сказать, ну, приличную, более-менее машину. И вы идете в салон, заказываете, отдаете задаток и звоните соседу и говорите, слушай, ну вот, ты мне должен там 400 тысяч, и я тут, наконец, накопил, дай мне денежки вот эти, верни. И вдруг замечаете, что сосед куда-то исчез. Вот, он все реже появляется, как-то вот такая вот ситуация. И вот он, срок уже подошел, надо расплачиваться, а сосед, да, он сказал сначала, что окей, но как-то вот откладывает все, откладывает, и прошли уже все сроки, уже еще две недели прошло, а он все не возвращает. И вы начинаете уже, так сказать, беситься и рассказываете, начинаете своим знакомым, что, блин, вот сосед-то, блин, крутой такой, а деньги не может вернуть. И выясняете, что оказывается, этот ваш сосед или знакомый, он должен не только вам, но еще половине города, но при этом живет совершенно шикарно. А некоторых он уже вообще просто послал и все, и они говорят, что, слушай, он никогда тебе не вернет эти деньги. Вот так. И вы наезжаете уже на соседа уже с угрозами, такие, типа, ты что вообще делаешь, ты давай деньги, а то я тебя, значит, там замочу, убью и так далее. Он говорит, слушай, ты себя плохо ведешь. И если ты будешь себя так вести, то я тебе денег вообще не дам. Ты понял меня или нет? Ты меня понял или нет? Вот тебе я сейчас сто тысяч даю, а когда-нибудь еще? Когда? Да когда захочу. А будешь приставать, вообще не получишь. Понял? И получается, что уже вы в руках у соседа. Представили такую ситуацию? Ну, а теперь на международный уровень, на межгосударственный, то же самое. В роли соседа США. Посмотрите. Крутейшая страна, все деньги там. Богатая страна, самая богатая, самая большая экономика в мире. И, естественно, и там самая лучшая система образования, и там самые лучшие финансы. И, естественно, все финансисты, самые лучшие, имеют образование из американских университетов, Гарварда там всякие и так далее. Не знаю, что. И все знают прекрасно, что где самая лучшая финансовая система в США, где самые надежные вложения в США, это все знают. Потому что все учились в США, все знают. И вот смотрите. Скажем, есть такая страна, как Россия, например, да, она добывает нефть по 20 долларов за баррель. А продает по 100 с лишним долларов за баррель. Прибыль бешеная. Но русские понимают, что так будет не всегда. И что надо бы что-то отложить на будущее. Создать резервный фонд. Создается резервный фонд. Где его размещать? В самых надежных бумагах. А где самые надежные бумаги? Самые надежные инструменты? Естественно, в США. Казначейские обязательства США. Самые надежные в мире. Об этом говорят американские рейтинговые агентства. Стендартон Порс, Мудис, Фитч, я не знаю, что еще. Вот. Все об этом знают. И на самом деле Россия в этом деле не уникальна. Далеко не уникальна. Самый большой, наверное, на душу населения уж точно в Норвегии. Резервный фонд, значит, там Китай. Имеет дикий совершенно дисбаланс в торговле с Америкой. Лишние деньги куда? То же самое в казначейские обязательства США, Япония. Да все страны. Включая самые... Ну вообще весь мир туда вкладывает. Включая самые-самые мелкие страны. Потому что нет ничего надежнее. Включая такие страны, как, скажем, Ирак, Венесуэла, Иран, Никарагуа. Ясер Арафат там держал деньги. Саудиты, всякие арабы. Тоже очень много держат денег в американских активах. Потому что это самые надежные активы. Но вот решила страна воспользоваться этими деньгами. Ну, скажем, Венесуэла решила купить военные вертолеты у России. Потому что Россия такая классная страна, друзья, друг Путин. И Америка говорит, а что это вы покупаете у России военные вертолеты, а не у Америки? А? Вы нехорошо себя ведете. И, ну, в результате сделка была сорвана. Но, тем не менее, Венесуэла продолжает активно сотрудничать с Россией. Как-то не очень слушает Америку. И в результате, что происходит? Америка объявляет, что президент Венесуэлы нелегитимный. Она говорит, что признает президентом лидера оппозиции. И отдаст долг государства Венесуэла. Значит, она замораживает. Говорит, так, вот этому президенту мы не дадим, а вот этому дадим. То есть, использует долг как оружие. То же самое было с Ираком, с Адамом Хусейном. Ирак, нефтедобывающая страна, откладывал деньги в Америке. Ему не дали их. Ему сказали, вот пока ты не изменишь, значит, это самое свое отношение, так сказать, политический режим, если не поменяешь, то, соответственно, ты эти денежки не получишь. Потому что деньги идут на негуманные цели. Как бы ты воруешь деньги у собственного народа, говорят американцы. И свергают Хусейна. И дают эти деньги новому правительству, которое как раз слушается Америку. Понимаете? И так кругом. С Ливией точно так же. С разными африканскими странами. Что с Россией? А Россия, ну вы знаете, что против России, значит, тут Россия не так себя повела, а там Россия не так себя повела. Возникла угроза. Ну, во-первых, санкции. А во-вторых, возникают уже угрозы, что ага, могут денежки. И не дать, что делает Россия. Россия продает достаточно большую часть долга и вывозит деньги наличными долларами. Все равно, потому что, ну, самая надежная валюта – это доллары. И, ну, пока еще все страны привыкли, что самая надежная валюта – это доллары. Но вот все чаще и чаще Америка, которая является держателем самого большого, наверное, долга государственного, то есть казначейские обязательства, все покупают. А что такое обязательство? Это долг Америки перед другими странами. И вот оно. Я читаю сообщение. Китай должен понести ответственность и заплатить за пандемию коронавируса, который инфицировал более двух миллионов человек и столкнул мировую экономику в худшую почти за сто лет рецессию. Китай виноват. Он должен отвечать. Напомню, что у Китая самый большой вклад в казначейские обязательства США. Наказать Пекина за сокрытие информации о вспышке в Ухане можно с писанием части американского долга, который держит в резервах китайский Центробанк. Это высказывание сенатора от Теннесси Марша Блэкберн. Блэкберн. Наверное, женщина. Ну, это еще не государственное решение, это высказывание одного сенатора. Но я прогнозирую, что таких решений будет все больше и больше. И возникнет ситуация, когда мир перестанет доверять Америке, потому что были проблемы у Панамы, у Ливии, у Ирака. Но пока еще говорят, ну да, они там нарушали права, они там нарушали это, их за это наказали, но мы-то не нарушаем. Но если мы хорошо слушаемся, проблемы могут возникнуть у всех. И сейчас пока еще все денежки в мире свободные, они текут в Америку. Но ситуация, когда Америка вдруг окажется, как ваш сосед, ну, скажем так, неплатежеспособной, она все будет чаще и чаще прибегать к таким методам, то денежки перестанут приходить в Америку. И все больше и больше стран, которые должны, которым Америка должна, начнут предъявлять свои требования. Заплатит Америка или нет? Безусловно, заплатят, потому что у Америки есть печатный станок. Она просто напечатает доллары и раздаст всем. Но это будут уже не те доллары. Может такая ситуация возникнуть? Может. Есть такая опасность. Я высказываю свое личное мнение, сразу могу сказать. Но задумайтесь, может такое быть или нет? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И еще один вопрос. Кто от этого пострадает? Давайте подумаем. А пострадают от этого те, кто верит в незыблемость доллара. Потому что Америка, когда отдаст вот эти вот деньги, доллары, то это будут уже совсем не те доллары, которые она брала. На них можно будет купить намного меньше. А вы верите в незыблемость доллара? Вы об этом задумывались? Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Поставьте, пожалуйста, лайк. Поделитесь этим видео со своими знакомыми. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий.